Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. С интернетом у нас еще второго эксперта заявленного. Это генерала Карлиса Креслинчина. Надеемся, что в процессе эфира, может быть, он сможет к нам присоединиться. Также мы надеемся на то, что все-таки в ближайшее время нам удастся и наших экспертов приглашать в студию. Эта ужасная пандемия закончится. Но пока так, к сожалению, удаленно. Но звук, я вижу, хороший. Раймут, может быть, несколько слов о том, когда мы прошлый раз с вами беседовали. Уже прошло несколько месяцев. На ваш взгляд, сейчас ситуация вообще в мире стала еще более сложной. Действительно, такая беспросветная холодная война у нас между, условно говоря, Западом, не знаю, Россией, Западом и Китаем. Да, безусловно, это так. За эти несколько месяцев ситуация явно ухудшилась. То есть, это мы, в принципе, каждый день можем подтвердить эту ситуацию. Потому что вся та риторика, которая исходит из разных сторон. И также, ну, не забудем, что это уже восприняло такие, как бы, очень реальные обрисовки уже настоящей горячей войны. То, что случилось в апреле. Беря во внимание всю ту риторику и, как бы, все те перемещения войск, которые были на Западе, на Востоке, то есть, со стороны НАТО были самые большие учения за несколько лет, которые происходили практически по всей территории Европы, около границ Российской Федерации. Российская Федерация, значит, осуществила большую переброску войск к западным рубежам своим, то есть, на западном стратегическом направлении. То есть, это, конечно, все дает основания для очень серьезной озабоченности. Да, ну, вот мы наблюдали и такое беспрецедентное, за последнее время, по крайней мере, беспрецедентную высылку, взаимную высылку дипломатов. Здесь даже и небольшая сторона Европейского Союза, Чехия, свою активную роль сыграла. Что дальше? Можешь считать, что этот этап дипломатической войны закончен или обе стороны, ну, пытаются прощупывать, как далеко можно идти вот в этом противостоянии? Ну, я думаю, что проблема состоит в том, что если это противостояние будет еще дальше эскалироваться, то практически может, скажем так, хватать какого-то небольшого недоразумения, чтобы процесс, так сказать, пошел бы в негативную сторону. Потому что уже все напряжены до предела, то есть и военная составляющая, и дипломатическая составляющая, экономическая, политическая, то есть любые составляющие международных отношений или двухсторонных отношений разных стран, то есть они практически все на пределе. То есть, будь то Евросоюз России, будь то, скажем, Китай. Поэтому, да, это, как бы, кажется, не очень такой хорошей ситуацией сейчас. Я также не очень, скажем так, делаю большие надежды на встречу, которая может состояться Байдена и Путина в июне. Как раз хотел спросить. Еще будем это самое, нам надо понимать, что до этого еще состоится, значит, саммит НАТО в Верселе 14-го, по-моему, числа. До этого мы уже знаем, что... 14-го, 15-го июня. Да, да, именно. То есть еще очень много разных вещей произойдет. Еще одна ситуация, что есть мнение в Евросоюзе, какую стратегию надо выработать в отношении России. Ну, там, в принципе, пять пунктов, и каждый из которых, ну, предельно враждебен по отношению к России. Будь то отключение от программы SWIFT, будь то замораживание, скажем так, контактов в экономической сфере, будь то непризнание выборов Госдумы в сентябре. Ну, то есть, практически каждый из этих актов может стать, скажем так, причиной объявления войны. В плане, что каждый из этих актов, он практически неприемлем для другой стороны. Ну, предположим, на минуту, что Евросоюз и США не признают результаты выборов в Госдуму в сентябре. Что из этого последует дальше? Мне трудно судить, какие будут ответные действия, но если это не враждебный акт, то что тогда враждебный акт? То есть, непризнание парламентариев и парламента огромной стороны. То есть, это только один из пунктов, который, ну, вот к сентябрю может быть, может взять очень четкие очертания. Вот я хотел все-таки спросить и по поводу этих пяти пунктов, ведь мы понимаем, что на Западе есть эксперты, которые, ну, на Западе, я имею в виду, я думаю, что и в Латвии, есть эксперты, которые хорошо разбираются, много их или мало, и другое, просто которые хорошо разбираются в российских реальностях. И даже я абстрагирую сейчас каких-то там моральных составляющих, да, вот мы знаем, что были разные методы, скажем так, призвать Россию к порядку, это в понимании Запада, да, призвать, как им кажется, к порядку. Ну, основные эти бесконечные санкции, которые все время ужесточались, расширяя списки вот этих персононграта, предприятия туда включались, не будем все это перечислять, но ведь очевидно, что с 2014 года этот санкционный режим действует, сейчас на дворе 2021, первое, что это лекарство пациенту не помогает, да, я даже такую медицинскую терминологию употреблю, да, но, казалось бы, не нужно, наверное, биться головой об стенку, нужно искать какие-то другие пути, не знаю, диалога, влияния на Россию, попытки построить какие-то более-менее прогнозируемые отношения. Какой смысл вот действовать в том же направлении, зная, что это не те медикаменты? Ну, я думаю, что тут все-таки идет более такая идеологическая установка, что, ну, либеральная демократия в том смысле, как мы ее знаем, терпит огромный кризис, и то, что мы видим в США, и то, что мы видим в Европе. То есть, ну, хотя бы один пример. Вооруженные силы начинают играть большую роль во внутренней политике. То есть, письмо французских генералов Макрону, письмо 124-х американских генералов, которые прямо говорят, что Байден не способен руководить страной, и, скажем, вчерашний случай в Бельгии. То есть, это понятно, что это, скажем, либеральная демократия, этот устой, он терпит огромный кризис. И, исходя из этого, конечно, чтобы спасти вот эти так называемые ценности, они начинают уже действовать не, скажем так, по таким вопросам, исходя из здравого смысла в отношении России, а исходя чисто из идеологических, скажем так, из идеологических устоев, то есть западных, как они это понимают. Вот ты очень правильно сказал, то есть, исходя из этого, они все время пытаются как-то наказать Россию, наказать Китай, еще кого-то наказать. Но проблема у них такова, что уже ресурсов маловато, и силенок тоже маловато. И, опять же, если мы смотрим, скажем, всю эту ситуацию с эмбарго и с санкциями, ну, против Кубы, по-моему, санкции уже с середины прошлого века, против Ирана санкции тоже где-то с 2010 года. То есть, разве там рухнули режимы? Нет, не рухнули. То есть, ну, Россия, это, конечно, и не Куба, и не Иран, поэтому я думаю, что, если кто-то думает, что из-за санкций рухнет, как бы, страна или режим, то я думаю, он глубоко ошибается. И ставка на оппозицию, которая была на Навального и на других людей, ну, понятно, что они не представляют большой процент населения России, поэтому делать ставку на них, на выборах, ну, я думаю, тоже не имеет никакого смысла. То есть, они делают просто эти санкции, потому что, ну, как бы, они как-то должны реагировать, вот они и реагируют. То есть, все, что, как бы, ну, показывает их приверженность к идеям демократии и либерализма, вот они пытаются, как бы, вот этими санкциями показать, что они борются за мир во всем мире, за права человека и за разные там другие вещи. Только, я думаю, результатов там никаких не будет. Это только, как мы видим из кубинского и иранского примера, это только больше ожесточает народ, тот народ, против которого эти санкции, как бы, сделаны. И это только консолидирует этот народ вокруг власти, то, что мы и видим. Да, ну, вот я сейчас даже не говорю про Байдена, понятно, что, может быть, он не сам формирует или формулирует позицию, но вот есть Блинкин, есть другие люди, которые отвечают в администрации за внешнюю политику. Как вы думаете, вот у них есть понимание, до какого предела можно, как бы, давить, если так можно сказать, поскольку вот после этой встречи и до этой встречи Блинкина с Лавровым в рамках Арктического совета на полях вот этой организации, вот госсекретарь США говорил о том, что вот мы хотим прогнозируемых, предсказуемых отношений с Россией, но в то же самое время, если так, они будут действовать, условно говоря, как нам не нравится, там по отношению, не знаю, к Навальному, к оппозиции, к Украине, то мы будем давать какую-то там отпор, условно говоря. Ну, это же понятно, что на такой базе строить хорошие отношения просто нельзя, то есть выдвигая разные ультиматумы, как Россия должна или не должна себя, скажем, действовать в ситуации с Навальным или ситуации с Украиной. То есть я напоминаю, что у Российской Федерации, так же, как у любого другого государства, есть свои национальные интересы, которые, как бы, и определяют внешнюю и внутреннюю политику Российской Федерации. И если это, конечно, идет в разрез с американскими интересами, ну, значит, там есть почва для конфликта. Но выдвигать какие-то ультиматумы, как Россия должна или не должна действовать, и тогда, исходя только из этого, будут или не будут хорошие отношения. Ну, я думаю, что Россия, конечно, не пойдет на это в плане каких-то, скажем, уступок. Она будет четко стедовать своим геополитическим, как бы, интересам и внутриполитическим интересам. Поэтому я ничего хорошего там не предвижу, потому что, ну, это такая риторика, что, да, мы заинтересованы в хороших отношениях, но вы должны сделать первое, второе, третье, пятое, десятое. Ну, и тогда мы, может быть, посмотрим. Исходя из этого, конечно, я не думаю, что там будет какой-то такой, ну, прорыв в отношениях. Думаю, что ситуация будет следующая. Все, как бы, признают, что отношения между Россией и Западом в целом, коллективным Западом, достигли, наверное, самого низкого уровня последние десятилетия. И, наверное, задача всех сейчас этот низкий уровень как бы заморозить, чтобы он, не дай бог, еще не пошел где-то ниже, не эскалировался уже для каких-то конкретных военных столкновений. Поэтому я думаю, что вот на такой риторике все и будут жить. Я думаю, что очень важно вот эти три фактора, которые сейчас будут в мае и в июне, то есть, ну, и дальше до сентября. То есть, будет или не будет встреча Байдена и Путина, и какие решения там будут приняты. Второе, какие решения будут приняты на саммите НАТО в июне. И как будут предваряться в жизнь вот эти пять пунктов, которые предложил Евросоюз по отношению к России. Которые, я напомню, все без исключения, ну, практически с элементом большого или меньшего давления на Российскую Федерацию. Поэтому, скорее всего, никаких улучшений мы не увидим. Плюс, не будем забывать, что без этих отношений у нас взороопасная ситуация в Израиле на Ближнем Востоке. У нас практически по всему периметру очень и очень непростая ситуация везде. Да, но вот говоря о непростой ситуации, мы видим, что две ключевые ядерные державы, Соединенные Штаты и Россия, ну, начинают денонсировать договора, выходить из договоров разным другим способом, касающиеся контроля над вооружением. И вот на фоне всей этой холодной войны, вольно-невольно такие параллели, вот, не знаю, 60-ми, 70-ми, даже 80-ми годами вот этой гонки вооружений прошлого века, все-таки так такие параллели возникают. Ну, я думаю, сейчас ситуация еще на порядок хуже. Почему? Потому что виды вооружения и технологии продвинулись далеко вперед. Вот, поэтому, конечно, возможности, скажем, военные возможности всех этих великих держав, они на порядок выше, чем это было еще в Карибском кризисе и в других каких-то кризисах, которые мы наблюдали в прошлом веке. Исходя из этого, то есть, тут может, конечно, получиться ситуация, что вообще нету вообще никаких, как бы, таких документов, которые хоть как-то регулируют вот все эти вопросы о вооружениях, о, скажем, ядерном вооружении, хотя бы они, конечно, достигли каких-то договоренностей, но то, что мы видим, вот, например, ситуацию последних дней, когда Россия объявила, что она тоже выходит из определенных договоренностей, то есть, практически, мы имеем ситуацию, где, ну, никаких договоренностей в военно-политической сфере нет. То есть, каждая из сторон будет практически в праве наращивать свой военный потенциал, делать, как бы, все военные приготовления, невзирая ни на какие там ситуации. И, конечно, это делает ситуацию еще более худшую, потому что раньше все-таки была возможность хоть как-то делегировать какие-то проверки на какие-то военные учения. Сейчас, скорее всего, такой ситуации не будет. Но, исходя из этого, это только подтверждает то, что я говорил до этого, что ситуация, ну, потихоньку выходит из-под контроля. Да, вот интересно, что все-таки, мне кажется, что Москва, по крайней мере, не хочет полностью захлопывать дверь. Вот таким подтверждением, косвенным, по крайней мере, стало решение правительства России. Понятно, что это все согласовано с Кремлем. А списки недружественных стран, в которые пока вошли, вопреки всяким там прогнозам, в том числе и российских экспертов, только Соединенные Штаты и Чехия. А хотя, вот, многие в России ожидали, что, естественно, страны Балтии тоже туда включат. Ну, изначальный список, если не ошибаюсь, там было 9 стран. Да. Изначально, включая все три прибалтийские страны. Ну, то есть, ну, скорее всего, это можно считать, что это все-таки еще какой-то жест доброй воли. Да, скорее всего, Российская Федерация все-таки до конца еще не хочет захлопнуть дверь. Но это всегда, я думаю, эти семь стран плюс, которые были к этим двум США и Чехии, я думаю, они очень близко стоят к этой ситуации, когда их тоже могут включить в этот список. Да, вот, что касается, может быть, в какой-то степени наивный вопрос, но время от времени он возникает, когда вообще только началось обсуждение о возможной встрече Путина и Байдена, и говорили о том, что это, скорее всего, случится в июне, определяли с местом. Я так понимаю, сейчас фигурирует Швейцария, но тоже пока неофициально, не подтверждено. Ну, кто-то сказал, что вот очень странно, да, что, допустим, Латвия, как страна-сосед Российской Федерации, которая должна была быть кровно заинтересована в том, чтобы между большими странами царил мир и согласие, как-то вообще никакой инициативы не проявляет. Нет, ну, я думаю, что изначально ни одна страна, которая находится, скажем так, в Евросоюзе или в НАТО, особенно в НАТО, то есть она, конечно, не будет восприниматься как площадка для переговоров. Скорее всего, это будет одна из нейтральных стран, у которых есть огромный опыт проведения таких встреч, то есть на вскидку это Финляндия, это Вена, это Вена-Австрия, это Швейцария, как ты говорил. То есть в Европе есть места, которые практически очень много лет служили как площадка для разных таких встреч на самом высоком уровне. Я думаю, что такая встреча, ну, она, конечно, у нее будет, если она состоится, конечно, то там будет очень много ситуаций, которые повлияют очень серьезно на дальнейшее развитие. Я уже сказал, что я ничего не жду от этой встречи позитивного в плане вот в этой ситуации. И после того, как Байден все-таки утвердительно ответил на вопрос журналиста, является ли Путин убийцей, он ответил да, что он так считает. Я думаю, вот в этой конкретной ситуации ждать каких-то прорывов или ждать каких-то позитивных новостей не приходится. Скорее всего, будут обговорены разные ситуации, стороны просто обменяются мнением насчет того, как они видят ситуацию и практически разойдутся на это. Потому что, ну, сейчас к этим всем еще проблемам сейчас присоединилась еще и Арктика, как ты сам говорил. Вот только что буквально есть вот этот Арктический форум, и там уже тоже как бы претензии, кто что и как должен делать в этой ситуации. Поэтому я не думаю, что там будет какой-то позитив. Скорее всего, это будет просто встреча, как бы может быть какие-то предъявы каких-то своих претензий друг к другу. Ну и на этом, наверное, разъедутся. Я даже не уверен, будет ли там совместная пресс-конференция после этого. Может быть, даже не будет. Потому что мы все-таки вспомним, что то, что мы говорили насчет изречений президента США, насчет президента Российской Федерации, но это не так быстро забывается и не так быстро как бы отметается. Это все-таки серьезное такое обвинение, то, что сказал Байден. Я не думаю, что это будет способствовать хорошим личным отношениям между Байденом и Путин. Хотя, конечно, они давно знакомы, когда Байден был вице-президентом, а Путин был премьером и президентом. То есть, они, конечно, много раз встречались. И там не будет такая встреча, когда они первый раз друг друга видят. Но ситуация, как я повторюсь, она еще гораздо сложнее, чем она была еще 5-6 лет тому назад. Да, вот что касается 5-6 лет тому назад, вот сейчас мы наблюдаем эскалацию конфликта израильско-палестинцев. Так его назовем. И многие считают, что вот такого обострения не было последние действительно 5-7 лет. Нет такого ощущения, что у Байдена возможностей как-то вот подтолкнуть стороны к примирению меньше, чем, не знаю, у Трампа. По крайней мере, влияние Байдена на Израиль намного меньше. Я согласен, потому что у Трампа была очень четкая позиция. Не забудем, что Трамп признал Иерусалим как столицу еврейского государства. То, что Трамп приказал перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. То есть, конечно, у него было очень четкое понимание, четкая политика. И не забудем, что во времена Трампа как раз были заключены очень важные договора, договоренности между Израилем и несколько арабских стран. То есть, это был позитивный посыл. То, что мы видим от Байдена, ну, посмотри, за 3-4 месяца администрации Байдена мы видим практически взрыв всех конфликтов, которые где-то когда-то существовали. И я хочу сказать, что сейчас, конечно, ситуация Израиля не очень хорошая в том плане, что ждать безусловной поддержки администрации Байдена не приходится. Потому что у Байдена в колоде там очень много ребят, которые представляют, ну, такие силы, которые крайне антиизраильские. И, скажем так, анти-нетаньяху. И вообще, конкретно антиизраильские. Поэтому ждать такой поддержки, какова была во времена Трампа, не приходится. Во-вторых, интенсивность всех этих боевых действий сейчас. Но она действительно сопоставима уже с реальными боевыми действиями. Поэтому это еще один такой огромный очаг напряженности. Не забудем про Ливан, не забудем про Иран, не забудем про Турцию. То есть, даже внутри НАТО США говорит одно, Турция говорит совершенно что-то другое по поводу вот этого израильско-палестинского конфликта. Поэтому из этой ситуации, конечно, может последовать еще более неприятные вещи. Беря внимание все-таки способность Израиля, военная способность Израиля. Конфликт может эскалироваться уже до полномасштабной войны. И я не вижу ситуацию, где Байден сможет как-то повлиять на эту ситуацию. Или он должен тогда встать четко на сторону Израиля, что он не сделает, его администрация не сделает. Или, наверное, терять какие-то свои дивиденды в вопросах Ближнего Востока. Да. Вот что касается саммита НАТО в Брюсселе 14-15 июня, вот такое ощущение, что НАТО в очередной раз, может быть, как-то так потерялась. Она воспряла духом вот после всех этих событий 14-го года в Крыму. Сейчас НАТО такое ощущение опять без дела. Да, какие-то военные учения проводятся. Но какой-то, не знаю, четкой позиции НАТО, вообще их роль и место в этой системе безопасности пока непонятны. Ну, в этом саммите будет утверждена новая стратегическая концепция НАТО. То есть, тогда мы увидим всю ситуацию в действии. Во-вторых, НАТО впервые несколько лет тому назад обозначило Китай не так как угрозу, скажем, но как проблему большую. То есть, раньше в документации НАТО не было никаких отзывок про Китай. То есть, про Россию да, про Китай нет. Поэтому понятно, что китайское направление будет играть все более и более важную роль в НАТО. Во-вторых, будем понимать, что НАТО это практически и бюджет, и военные все силы и средства это США в большинстве случаев. Потому что большинство стран НАТО, невзирая на то, что у них там есть 2-процентный бюджет на оборону или нет, то есть, они, конечно, в оборонном смысле, военном смысле не карлики. Поэтому вопрос, как армия Соединенных Штатов будет трансформироваться вот в этой ситуации. Ну, Россия и Китай, по всей видимости, останутся главными противниками организации. То, что и будет, скорее всего, в новой стратегической концепции НАТО и утверждено в июне. Нас, наверное, не поймут, если мы в нашей беседе, в нашей интервью не поговорим чуть, естественно, о собственном доме, о Латвии. Вот все-таки мне кажется, что периодически, при всех недостатках нынешнего правительства, какой-то вот иногда здравый смысл появляется, проглядывается. Особенно с точки зрения понимания, что безопасность, она ведь не только внешняя, она и внутренняя, может быть, даже внутренняя еще важнее, чем внешняя. Тут даже президент Левец об этом заговорил. Я имею в виду и все-таки понимание, что нужно возрождать в той или иной степени вот эту полицейскую академию готовить специалистов, вот которые бы для правоохранительных органов. Это и это заявление о необходимости реиндустриализации, понимая, что, видимо, экономика только за счет услуг не может быть конкурентоспособна. Вот как вы бы это все прокомментировали? Во-первых, я скажу так, что те системы, которые были оставлены в очень плохом положении, с каждым годом ситуация деградировалась, вы не можете такими одними какими-то утверждениями сразу ситуацию исправить. Если 10 лет не было академии или, скажем, если экономика шла на убыль, особенно последние два года, транзит, порты и все остальное, ну, то есть только хорошими, добрыми словами, то ситуацию не исправить. То есть чтобы подготовить, ну, возьмем хотя бы полицию, чтобы подготовить, скажем, хорошего специалиста, ну, вам надо 5-7 лет. То есть даже если эта академия начнет работать завтра, даже если первый набор будет завтра, то есть в лучшем случае вы получите первых людей через 4-5 лет. Еще 4-5 лет понадобится, чтобы этот человек набрался опыта и стал бы классным специалистом. Поэтому, как говорится, уничтожать легко, а восстанавливать как бы не очень. Но радует одно, что, наконец-то, даже эти люди поняли всю серьезность ситуации и, наконец-то, поняли то, что уже годами говорилось, что внутренняя безопасность должна быть одним из приоритетов, что полиция должна быть одним из приоритетов, что полицейские должны быть как бы тоже с хорошими окладами, с хорошими социальными гарантиями. И, наконец-то, ну, это уже дошло. После нескольких громких убийств, которые мы наблюдали уже в этом году, мы поняли, к сожалению, учимся на каких-то огромных неприятностях. Конечно, еще надо понимать, что то, что говорят, что полицейских подготовит, скажем, университет. Да, с правовой точки зрения, да, я согласен. Но нигде в университетах не учат, как, скажем, делать с человеком оперативного работника, как вербовать агентов, как внедрять агентов, как работать с этой агентурой и что и как делать. То есть это не учат в юридическом факультете. И поэтому, исходя из этого, ну, мы получаем, наверное, хороших юристов, которые ориентируются в разного рода кодексах, но мы не получаем специалистов, у которых есть вот такие профессиональные навыки, которые, к сожалению, уже, ну, у некоторых людей, у мало людей есть. Поэтому, с одной точки зрения, я могу сказать, да, это позитивно, что эти люди наконец-то поняли, что это надо делать. А с другой точки зрения, понятно, что это будет требовать огромных усилий и многих лет, чтобы опять ситуацию как-то выровнять. И мне, конечно, очень непонятно, что такое умная индустриализация. Вот я очень хотел бы узнать, что это такое. Потому что я не знаю, это, конечно, красивое слово, но как это будет работать и что это такое, мне трудно судить. А вообще нет такого ощущения, что правительство, ну, как бы так, сейчас больше занимается своими кадровыми разборками и меньше экономика и ситуации с пандемией? Ну, мы, наверное, видим. Я где-то видел, я не знаю, это правда или нет, но там был такой, как бы, опрос, где 91% жителей негативно оценивали работу правительства. Но я думаю, хуже уже некуда, если там 91% считает, что правительство не годится, и только несколько процентов считает, что правительство делает свое дело. Но я думаю, что это очень опасный сигнал. То есть понятно, что народ правительству не доверяет. Но правительство все сделало для этого. То есть этот хаос, в котором мы живем уже больше года, эти все очень многие непонятные решения, которые затрагивают живых людей, о которых никто не думает. Ну, это все показывает, что это правительство, конечно, было бы хорошо, если оно ушло бы. Я думаю, никто не пострадал бы. Потому что интеллектуальный потенциал нескольких министров и общий потенциал этого правительства очень низкий. А, во-вторых, он уже себя изжил. С другой стороны, конечно, при этом составе этого сейма у них особого выбора-то нет, кого приглашать. То есть смотрим сейчас ситуацию. КПВЛ практически прекратило существование как партия. Консервативная партия. Рейтинг, наверное, 3-4%. Плюс скандалы, которые буквально вчера потрясли эту партию борцов за счастье трудового народа. Поэтому там ситуация очень сложная. Но, смотри, другая ситуация. Значит, или брать тогда союз зеленых и крестьян, или согласие. Но это они, скорее всего, не пойдут. Поэтому не будут там держаться до последнего. Но где-то 54-55 мандатов у них сейчас есть, беря внимание тех людей, которые откололись от официального КПВЛ. И которые там 5-6 депутатов, 7. То есть, скорее всего, они будут держаться до последнего. У них просто другого выбора нет. Или это внеочередные выборы. Конечно, если мы смотрим тот же самый Израиль, там 4 неочередных парламентских выбора за 2 года. И никто от этого как бы не убер. Но здесь у нас такой традиции нет, к сожалению. И, конечно, неизвестно, что будет лучше. Но я думаю, еще одна проблема у них. У них практически нет запасных игроков на скамейке. Ну, хороших, нормальных, которые могли бы и хотели бы. И, в-третьих, ну, наверное, вся ситуация в стране и в министерствах доведена до такой ситуации, что там нужен, ну, наверное, такое, как моего пополения люди знают, Павел Корчагин, который согласится, скажем, руководить министерством в таких условиях. Это точно. Ну, видимо, что сами политики, в том числе и правящие, чувствуют, что что-то идет не так. И они так могут, если будут продолжать сидеть тихо, то они могут вообще уйти не бытией. А почему я это говорю? Мы видим, как 7, к примеру, правительство было против открытия террас. 7 проголосовало «за». Сегодня в правительстве, я так понимаю, сегодня в 7 будет рассматриваться вопрос, можно ли все-таки разрешить зрителям присутствовать в чемпионате мира по хоккею. Правительство против. Я так понимаю, что в 7 уже большинство «за» и могут даже вопреки правительству решить, что все-таки зрители, по крайней мере, вакцинированные или в масках, могут посещать вот чемпионат мира. Ну, насколько я понимаю, чемпионат мира начинается завтра. То есть, это очень своевременное решение и своевременная дискуссия. Да. Это только подтверждает то, что мы говорили. Это абсолютный непрофессионализм. То есть, говорить о таких вещах и о чемпионате. Скажем, вот этот конкретный случай. Завтра начинается чемпионат, сегодня они будут решать вопрос, можно или нельзя. То есть, это фундаментальный вопрос. Зрители будут или нет? Ну, я думаю, есть определенная часть людей, для которых это очень важно. Да, конечно. Поддержать свою сборную. Ну, понимаешь, ну вот все так делать в последний момент, плюс еще правительство против, все им за. Ну, я просто могу подтвердить, что это просто хаос. Уже в редакторе правительства огромное. Мы это знали и видели уже давно. Но сейчас это уже подтверждается. Это, я думаю, очевидно каждому. Ну, а повторюсь, у них другого выхода нет. Они там, скажем так, повязаны. И другой конфигурации правительства они сделать не могут. Просто они могут найти каких-то других людей, может быть, чтобы поменять министров. Но, опять же, ну, ни один нормальный человек в некоторых министерствах, ну, наверное, не захочет стать министром. Потому что исправить его ничего не сможет. А репутацию свою загубить он точно сможет. Я знаю, что сегодня на расхват у вас 12 еще одна зум-конференция. Поэтому, может быть, такой последний вопрос. Да, до выборов все им еще, вроде бы, кажется, достаточно много времени. В октябре следующего года вы ожидаете какие-то серьезные, не знаю, серьезные изменения политического расклада? Понятно, что много игроков новых появится. Гобземс уже свою партию создал. Шлессерс на подходе. Фигурирует и Вячеслав Домбровский. Республика 2030. Вот еще, может быть, какие-то появятся новые политические силы. Это как-то изменит политический ландшафт? Я думаю, да. Я думаю, что очень многие из тех депутатов, которые сейчас в Сейме, они не будут на следующем Сейме. Очень многие партии, наверное, не досчитаются себя в Сейме следующим. Поэтому я думаю, что эта вся ситуация будет генерировать новые мысли новых лидеров, новые партии, которые, скорее всего, и смогут победить в следующем Сейме. Вот, может быть, такой последний, роль президента. Понятно, что вы тоже неоднократно говорили, что пора уже нам переходить на всенародно выбранного президента. Вот что касается господина Левица. Ну, вроде в последнее время кто-то заметил, что он как-то так активизировался, даже какие-то заявления делает. Ну, я думаю, что на данный момент в истории Латвии он самый непопулярный президент, потому что, насколько я понимаю, что он уже 4 месяца живет с негативным рейтингом. И, насколько я помню, только Раймонд Вейунис, по-моему, был один месяц, когда у него был негативный рейтинг. То есть должность президента сама по себе практически очень хорошая в том плане, что там практически невозможно получить негативный рейтинг. Но вот ситуация все-таки кризисная. И, исходя из этого, ну, наверное, наш президент не совсем был готов к такой ситуации. И, ну, народ, наверное, соответственно, и оценил негативно его усилия. Да. Спасибо большое, Раймонд Рубловский. У нас был на прямой связи. Будем следить за развитием событий в мире в том числе. Большое спасибо.